Приветствую вас, и вы знаете, вот я прочитал ваше сообщение, и есть несколько моментов, которые мне бы хотел с вами проработать, то есть, на которые для начала вам стоит обратить внимание самой, и по возможности, конечно же, их проработать с психологом, но, как вам уже сказали коллеги, вам все-таки нужно действительно обратиться и к рекомендованным ими специалистам тоже. Значит, то, что я хочу вам сказать. Во-первых, если вот следовать хронологии вашего сообщения, то 5 лет назад вы родили ребенка. Значит, в первые 3 месяца у вас была послеродовая депрессия. Значит, была ли она вылечена? Была ли она полностью у вас как бы пройденная? Нашли ли вы после этого себя? Насколько гармоничная была ваша жизнь после этого? Это вот первый такой момент. Потому что депрессия – это достаточно серьезное состояние, это серьезный диагноз. И, опять-таки, важно понимать, вот то, что специалист вам сказал – это одно. Но депрессию как бы про нее не говорят. Ее диагностируют, и если диагностируют, то назначают лечение. Вопрос в том, была ли она диагностирована и было ли у вас лечение от нее соответственно. Далее вы пишите, что приступился в сон, а перед этим у вас была тревога и страхи. Вот, знаете, все только указывает на то, что депрессия у вас была подавлена. Подавлена не до конца. От нее осталась тревога и страх. Соответственно, страхи нужно осознать, то есть понять, чего именно вы боялись тогда. А тревога – это такое, знаете, проявление, когда обстоятельства вокруг нас меняются, а человек пытается остаться тем же. И вот это поражает тревогу. То есть невозможность применить в полной мере привычные модели поведения по отношению к изменившимся жизненным обстоятельствам. Вот что такое тревога. Соответственно, нужно здесь понять в первую очередь, что у вас изменилось. Может быть, изменилось еще тогда, когда началась депрессия. Может быть, изменилось уже после того, как это, ну, скажем так, это состояние вас отпустило немножко. Тем не менее, нужно разобраться, когда оно было и чем оно было вызвано. Это чувство тревоги. Так что, дальше вам снится плохой сон, и вы, надеюсь, понимаете, что этот сон, по сути, пробуждает все дремящие вас страхи и тревожности. Далее вы идете погадать. Если вы понимаете, что глупо гадать, как вы здесь пишете, то совершенно непонятно, почему вы думаете, что вы больны психически. То есть, если вы сами отдаете себе отчет в том, что гадать глупо, то, соответственно, то, что вам нагадали, это тоже глупо. То, что вы думаете, что вы больны на основании гадания, это тоже глупо. Это не моя оценка того, что вы пишете. Это ваша же собственная оценка, исходя из письма. Так, если что-то, что вы считаете глупым, вы совершаете, и после этого, как бы, наступают последствия этого действия, которое вы считаете глупым, то и последствия этого действия тоже являются глупыми. Это, я надеюсь, понятно, с этим вы спорить не будете. Таким образом, получается, что ваши мысли о том, что вы больны психически, по сути дела являются видоисмененной формой имеющейся у вас до этого тревоги и страха. Просто теперь все вот это у вас вылилось в одно. Так, что вы психически больной человек. Далее вы, значит, пишите, что читаете про симптомы психических болезней и понимаете, что, в общем-то, они у вас тоже имеются. И, пожалуй, здесь, знаете, как не вспомнить историю, если помните, в Советском Союзе многих людей, умных людей, талантливых людей, творческих людей, что главное, собственно нас сильно принуждали пройти лечение в психиатрических клиниках, чтобы их вылечить от инакомыслия. И для этого, для того, чтобы диагностировать заболевание у них, не нужно было много времени, не нужно было много симптомов, не нужны были диагнозы, в принципе. Достаточно было просто найти какое-то определенное поведение. И сейчас мы, наверное, понимаем с вами, что это глупо. То, что делали тогда власти. То есть глупо, то с точки зрения логики, с точки зрения их цели, это было как раз таки не глупо, но это другой разговор. Об этом и не будем. Так вот, давайте подумаем. Вы делаете то же самое. Есть так называемый предел нормы у любого психического заболевания. Ну, например, допустим, есть такая болезнь. Истерия. Да, истерия. Когда человек испытывает болезненную потребность, ненормальную потребность его во внимание. А есть такой тип личности, который называется истероид. И это нормальный человек, психически здоровый человек, но у которого есть некоторые симптомы истерии, как вы говорите. То есть, следуя вашей логике, если у истероидного типа личности есть симптомы истерии, то он еще болен. Болезнь. Хотя на самом деле это не так. Болезнь это тогда, когда она разрушает личность человека, когда она не позволяет ему общаться нормально, строить свою жизнь, когда она ему вредит. Вот тогда это уже действительно можно назвать серьезным заболеванием. На деле существуют и шизоидные типы личности, которые тоже являются совершенно нормальными. Нормальными как раз таки по своему психическому здоровью. То есть, шизоид это не шизофреник. Шизоид это человек, который имеет схожие модели поведения, как бы менее ярко выращенные, чем у шизофреника. И тут мы с вами подходим к такому очень, на мой взгляд, важному моменту. Этот момент связан с тем, что не бывает людей, которые не принадлежат какому-то типу личности. То есть, из нас всех, вот каждый из нас, все творческие люди и так далее, все они принадлежали к какому-то типу личности. И у них у всех при желании можно было, как вы говорите, диагностировать психическое заболевание, которое так или иначе можно как-то классифицировать. Ну, как я надеюсь, мы с вами уже поняли, что это не так. Нет у человека психического заболевания, если есть симптомы. Симптомов должно быть много, они должны быть ярко выражены, но у вас тревожность, которая дана раньше, наложилась на обстоятельства, в итоге получилось вот то, что вы сейчас имеете. Соответственно, это ложная установка, ложный посыл и ложный вывод. Ну, дальше вы пишете немножечко про свое детство, где вы рассказываете о том, что несколько раз перепроверяются там расцветки и так далее, и так далее. Я думаю, что это был чем-то обусловлен. То есть, может быть, может быть, как раз тогда, в детстве у вас был страх, что вы вот что-то оставили, например, включенную розетку, например, что-то подключено к розетке. И за это вам, например, что-то будет. И вот этот страх наказания, страх негативных последствий, возможно, и породил вашу тревожность. Если так, то тогда нужно с вами обязательно детско-родительские отношения проработать, чтобы увидеть возможные проблемные триггеры, их разобрать. Далее. Далее. Далее, вы как бы спрашиваете, может ли невроз привести к шизофрении. Нет, невроз к шизофрении не приведет там, потому что как бы совершенно разные направления у этих двух состояний. И совершенно по-разному они себя проявляют. Не нужно связывать одно с другим, но первое нужно разобрать. Дальше. То, что вы говорите, то, что вы пишете дальше, это последнее дело идет на самовнушение. То есть, ассоциации, ну, подобного рода происходит из-за того, что вы как бы ждете от себя сами каких-то симптомов, и из-за того, что вы тревожный человек, они у вас все больше и больше как бы дают о себе знать. Но в действительности это всего лишь плод вашего воображения, и не более того. Это нужно понимать. Так что, с ума вы не зашли. И приступ тревоги, о котором вы пишете, вот не совсем понятно, о каком приступе тревоги вы говорите, потому что вначале вы пишете, что неделю назад вам приснется страшный сон, после которого вам однако у меня посоветовало погадать. Ага, еще раньше у вас был навязчивый страх, а потом были просто иногда тревоги и страхи. То есть, о каком приступе тревоги, который случился у вас во время ангины, вы говорите непонятно. Но ангина это очень тяжелое заболевание, значит, и высокая температура также искажает человеческое восприятие, а иногда, особенно если творческое полушарие работает лучше, то и способствует галлюцинации. То есть, само по себе, опять-таки, это всего лишь просто обстоятельство, которое с вами произошло. И не более того, это могло бы произойти с каждым из нас, со мной или с кем-то еще, но произошло с вами и в итоге наложилось на ваше психологическое собственность. Поэтому, что я могу вам сказать, исходя из всего вышесказанного? Сказать я могу вам только то, что ни о каком психическом заболевании у вас, конечно, речи не идет, по моему мнению. Да, есть некоторые моменты, есть момент, связанный с тревожностью, есть момент, связанный с непониманием каких-то вот ситуаций, которые с вами происходили. Это все есть. Это все есть. Это все имеет место быть. Но, больше, больше, я не думаю, что у вас есть что-то еще. Потому что, ну, серьезно, если бы вы были психически больным человеком, то совершенно однозначно нельзя сказать, что вы бы никогда не поняли, что у вас есть вообще какое-то заболевание. Психически больные люди, они очень редко, почти никогда не отдают себе от счета в том, что они больны. И вот это вам нужно понимать. И чем быстрее вы это поймете, тем быстрее осознаете, что ваш страх – это не более чем иррациональное представление об окружающем мире. И что от него нужно избавляться. Чем быстрее, тем лучше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Здравствуйте! Давайте. а